Всем привет! Моя неделя начинается с туристических мероприятий. Собираюсь на бизнес-завтрак туроператору Fun and Sun. Такой у меня сегодня лук. Как считаете, подходящий для такого мероприятия? Мне кажется, что вполне. Покажу вам сегодня кусочек из жизни турагента, что мы делаем в преддверии сезона отпусков, какие мероприятия для нас проводятся и вообще зачем это все нужно. Итак, пойдемте со мной! Погода весенняя после дождя. Субтитры делал DimaTorzok Терхунинг Другого, Белого города, Плаускин. Слушай, опаздывай. Очень красиво. Другого, Белого города, Плаускин. Мы сегодня немножко с вами разберем каждый отель, как что продавать, кому лучше, подойдет и тому подобное. Из стены выдвигается кровать и превращается в двухъярусную. Вот номера, которые Family with Bang Bed, они у нас идут как раз таки с трансформерами. Приезжать мне в отель, вы знаете, скажите, да нет, это не кристалл-то отлично, у него другое здание. Открыли в Beer Garden, вот он здесь расположен, где на берегу моря можно взять пиво, сняки, посидеть, выпить пиво, расслабиться, там же проводить заказ. На рассвете, конечно, в Бирбар еще не работает, рановато, но заказ проводить, я думаю, можно. Тоже есть и шоу, есть и живая музыка, но вот я не могу сказать, что здесь прям будут дискотеки, да, нет. Ну, то есть, он там, ну, для активного семейного отдыха, вот такой вот отель. У нас есть зона 18+, бассейн, где стоят лежаки прям в воде. То есть, в эту зону не пускали детей, там, потому что он прям огромный. И здесь там готов открыли просто шикарную, красивую кондитерку, очень красивая, там имитация водопада прям в стене, то есть водопад, прям водичка льется, очень красивая кондитерка. Это будет от 100 до 150 евро на человека. Ну, поверьте, туристы будут этим пользоваться, потому что это не просто яхта. Это яхты, где на каждом уровне находятся шикарные рестораны, лаунжи, кальяны. И наверху у нас лежаки с лаунж-зоной. Это, правда, уникальные впечатления на берегу в Средиземном море. Запрос комплиментарного проживания. Самый насущий вопрос такой. Я за то, что все любят пожить комплиментари, да? Итак, почему же туроператоры проводят столько интересных мероприятий для турагентов? И, кстати, именно эта часть работы турагента привлекает многих в нашу профессию. Мероприятия, бизнес-завтраки, воркшопы, инфотуры, это поездки за границу и по России с осмотром разных отелей, квизы, очень-очень много всего таких мероприятий, которые делают жизнь турагента насыщенной, интересной, особенно со стороны. Все просто на самом деле. Существует определенная схема в туризме. Туроператор, потом идет турагент, а потом клиент, назовем его турист. И вот туроператор – это первое главное звено во всей этой цепочке. И, конечно, туроператоров существует гораздо меньше. Туроператор – это тот, кто создает и формирует туристический продукт. Они фрахтуют чартеры, либо у них есть свои самолеты, они договариваются с отелями и заключают контракты с самыми выгодными условиями для рынка. И потом им надо заполнять места в самолете, эти отели по контрактам, чтобы у них было долгосрочное сотрудничество. И на все это нужно очень много людей. И туроператоров гораздо меньше, чем турагентов. Турагент по России, ну просто, я не знаю, сколько у вас знакомых турагентов, напишите, пожалуйста, либо те, кто занимается туризмом. И, соответственно, им нужно продвигать свой продукт, чтобы заполнять места через кого? Конечно, через турагентов. Потому что туроператоры практически не реализуют свой турпродукт напрямую в крайне редких случаях. И все-таки турист ничего не теряет тем, что он взаимодействует с турагентом, он не переплачивает за это свою комиссию платить турагенту туроператор. Но при этом он получает более качественный точечный сервис. Именно турагент может предложить услуги туристу под его запрос, под конкретный, и потратить на него больше времени, чем бы туроператор общался с ним напрямую. Все-таки у туроператора немного другие задачи. Они формируют туристические продукты. И из этой простой схемы становится понятно, зачем же туроператор тратит свои деньги на маркетинг, на проведение таких мероприятий для турагентов. Чтобы как можно больше турагентов узнало об их новинках, акциях, о каких-то эксклюзивных контрактах на отеле, особенно в преддверии, вот как сейчас весна, скоро лето, преддверие сезона отпусков, заканчивается раннее бронирование, нужно усилить продажи как только можно. И поэтому не собирают турагентов, особенно в Москве. И сейчас приезжают представители одной сети отелей, они расскажут про себя, потом продажи, как правило, после таких встреч, именно конкретно у этого туроператора сразу возрастают. То есть это такое личное взаимодействие, которое очень сильно влияет на продажи и формирует спрос. Турагент знает, у него есть эта информация в голове, соответственно, сейчас вечером к нему обратится клиент с просьбой подобрать тур, и он уже вспомнит, так, что же я классного узнал сегодня на встрече, какие есть предложения эксклюзивные, которые я могу предложить своему клиенту. И это здорово, то что мы всегда учимся. Вообще турагент это та профессия, которая требует постоянной вовлеченности. Помимо линейных задач и того, что нужно всегда быть сконцентрированным, там знать и про визы, и следить за документами, за правильностью оформления и так далее, но это еще и очень творческая профессия, но и очень та, которая требует постоянного обучения, узнавать новое, открываются новые отели, новые маршруты. У нас очень сильно меняется сейчас рынок. Ситуация в мире, сначала ковид, нужно быть в курсе, какие страны закрываются, какие открываются. Сейчас непростые времена, не так много чартеров, не так много регулярных рейсов, куда мы можем напрямую вылететь из России. Нужны варианты рейсов с пересадками, чтобы расширить полетные маршруты для своих граждан и так далее. То есть всегда нужно быть на чеку, всегда нужно быть во внимании и учиться новому. В итоге такие мероприятия, организованные туроператорами, помогают турагентам быть в курсе новостей и всех трендов туриндустрии и дают возможность нам, турагентам, предлагать своим клиентам, туристам самые лучшие и интересные маршруты и выгодные цены и спецпредложения, чтобы наши клиенты ими пользовались. Но если вам интересно больше узнавать о жизни турагента, о наших внутренних процессах, о мероприятиях, то оставайтесь на моем канале, подписывайтесь и я буду показывать вам кусочек из нашей интересной, полной впечатлений жизни турагента. И возможно это вдохновит вас стать турагентом, обучиться этой новой профессии и еще и зарабатывать на этом деньги.